Ну, и нам надо еще заявить о синусите и отите. Все-таки об этом давайте еще скажем пару слов. И вообще интересно, вот отит многие воспринимают как некое осложнение. А так и есть. В основном так и есть. Как бы изолированный отит-то возникает редко, как первичное заболевание. С чем связано? Отек, когда возникает, есть и встахиевая труба, которая соединяет глотку со средним ухом. И отек перекрывает эту истахиевую трубу, и там развивается тоже воспаление. Поэтому первое, мы говорим, сосудосуживающие капли в нос. Не в ухо капаем, а в нос. Это первое. Мы пытаемся соусти вот это наладить. Совершенно верно. Давайте посмотрим на экран, как это выглядит, какие симптомы у нас есть. Абсолютно верно вы говорите. Нам нужна, чтобы была, работала и функционировала дренажная функция и вентиляционная функция слуховой трубы. Если ее не будет, развивается тубоатит, воспаление слуховой трубы из среднего уха, иксудативный средний отит, когда скапливается иксудат, жидкость в среднем ухе не может выйти. Влоть до гнойного, да. Совершенно верно. При отите можно ли греть уши, потому что многие тоже народные методы используют. Если нет оттока, нагревание ухудшит ситуацию. Провоцирует отек, провоцирует воспаление, и еще и обратную всасываемость. То есть зной всасывается в слизистую на уровне среднего уха, и здесь еще и головной мозг недалеко. Хорошо, с ушами разобрались. То, что касается синуситы и носа, многие же тоже прогревают. Та же ситуация, тоже соустия между полостью носа перекрывается вследствие отека, нарушается отток, происходит эксудация, накопление разной степени. Невыраженно, если можно лечить самостоятельно те же сосудосуживающие капли, отсмаркивание, промывание солевыми растворами. Правильно я понимаю? Вообще просто забываешь. Мы этим усиливаем. Давайте посмотрим на экран и еще раз скажем про соустия. Соустия – отверстие между пазухой и полостью носа. Диаметр от полутора до двух миллиметров. Оно закрывается концентрически. Полное закрытие при синусите называется полный блок соустия. Ощущение, пожалуйста, заложенность носа, нарушение обоняния, потому что верхние отделы полости носа отекают, и человек, собственно, ничего не чувствует. Боль в горле будет присутствовать. Головная боль, потому что чугунная голова, не поступает кислород в нос. Температура тоже тела будет. И чувство, вот тут не указано, вот это чувство тяжести в области проекции пазух. Довольно характерно. Он наклоняется, когда человек, у него прям чувство тяжести. Совершенно верно. Завязывая шнурки, прямо чувствует, как будто что-то переливается. Дильдильки такие маленькие. И вот в этом случае как раз-таки сосудосуживающие капли оправданы. Но сразу надо сказать, что правой рукой мы закапываем в левую ноздрю, чтобы попадать на нижний носовой рак, а левой рукой в правую половину носа. Если мы правой рукой, ну в основном все правши, попадают на перегородку носа, эффекта никакого нет, пересушивается слизистая, и возникает субатрофический ремит. Чем еще можем себе помочь? К врачу, к лору. Потому что тяжелый синусит лечится пункциями. Иногда операции делают специально, расширяя это соусти, если рецидивирующий отит. Это серьезная вещь. Не хочется пугать, но одно из осложнений синуситов – это абсцесс мозга. Вторичный реногенный менингит, абсцесс мозга, арахноидит базальный. Ужасные слова, пугающие названия, возникает вопрос. Ну то есть никто действительно не бежит к врачу прям сразу, при первой симптоматике. Мы назвали симптоматику, которая вот тревожная, красный флаг. На какой день такая симптоматика может появиться? А то же самое. Это может быть с самого начала, но скорее всего это четвертый-пятый день от начала респираторной части. Чем быстрее человек будет греть, и чем больше он будет греть, тем раньше это все наступит.